Два года условно с таким же испытательным сроком и амнистия бывшему мэру города Прокопьевска в Кемеровской области сегодня закончили оглашать приговор в местном суде. Все подробности нашего корреспондента Дениса Кузнецова. В 2010 году тогда еще мэр Прокопьевска Валерий Гаранин купил для нужд города и сдачи в соцнайм квартиру на проспекте Ленина за 2 миллиона 400 тысяч рублей. В ходе расследования, которое началось в прошлом году, выяснилось, что стоимость этого жилья на самом деле меньше на миллион рублей. А собственники давно знакомы с мэром Прокопьевска. Совершил деяния непосредственно связанные с осуществлением его должностных обязанностей, но не вызванные служебной необходимости, противоречащие общим задачам и требованиям, определяемым к органам местного самоуправления, а также целями и задачами, поставленными перед ним, как главой города Прокопьевска. Суд допросил свидетелей, в том числе и сотрудников Прокопьевской администрации. Изучил документы, собрал доказательную базу, которую, кстати, не раз требовали признать незаконной адвокаты Гаранина. Согласно уголовному кодексу, бывшему мэру грозило до семи лет лишения свободы. Гособвинители требовали всего три года тюрьмы, а сам Гаранин вину не признавал, при этом прилагал возместить ущерб. Приговор начали зачитывать еще вчера, но самое главное сказали лишь сегодня утром. Признать Гаранина Валерия Анатольевича, виновному в совершении преступления, предусмотренного в честь 2 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на два года. На основании статьи 73 наказание, назначенное Гаранину, считать условным испытательным сроком два года. В 2015 году по всей стране отмечали юбилей Великой Победы, тогда же было объявлено об амнистии. Помимо старательно собранных заслуг перед Кузбассом и положительных характеристик, суд учел при вынесении приговора и это обстоятельство. Теперь у Валерия Гаранина есть 10 дней на обжалование решения Центрального районного суда Прокопьевска. Конечно, если оно покажется бывшему мэру слишком суровым. Денис Кузнецов, Алексей Гладков. Новости здесь. Кузбасс.